Джейден как раз снимал видео, когда внедорожник врезался в рождественский парад в городе Уокиша в штате Висконсин. «Всё произошло так неожиданно и так быстро. Машина приехала из ниоткуда, и внезапно ты слышишь звук, как она ударяется об людей. Это был страшный звук. Выглядело это тоже ужасно». Его мать пыталась помочь пострадавшим. «Я медсестра. Свекровь сказала мне идти помогать людям. Я пошла. Первый мужчина лежал на земле. Он был в сознании. Мы пошли через дорогу, увидели маленького мальчика. Дорога под ним была красной. Я нащупала его пульс на шее. Он был. Но глаза были едва открыты, а его милое невинное личико было красным. Он был без сознания». Число погибших при наезде выросло до пяти. Более сорока человек пострадали. Мать и сын говорят, что после инцидента злоумышленник скрылся. «Он не остановился. Он проехал все шесть кварталов парада. Думаю, его целью было чистое зло». «У меня просто не укладывается в голове. На параде были одни дети. Это всё были дети». Как сообщает полиция, автомобиль обнаружили в Милуоке по адресу 39-летнего Деррела Брукса. Самого мужчину также задержали. Это темнокожий рэпер под ником Madboyfly. Раньше он уже имел проблемы с законом и привлекался за домашнее насилие, хулиганство и вымогательство. Накануне парада его выпустили под залог. Брукс принадлежит к так называемому движению чёрного расизма и состоит в группе Black Lives Matter. Как предполагается, наезд он совершил в качестве мести за оправдательный приговор 18-летнему Кайлу Риттенхаусу. Молодой человек в прошлом году застрелил двух мародёров в качестве самообороны. Детей в возрасте от 5 до 11 лет начали прививать от COVID в Израиле. Для этого используют детскую вакцину американской компании Pfizer. Власти опасаются, что скорость передачи вируса снова увеличится. Четвёртая волна эпидемии в Израиле началась в июне, а в сентябре пошла на спад. Но последние две недели коэффициент распространения коронавируса растёт, и потенциально один заболевший может заразить больше одного человека. Также в последние дни увеличивается количество заражений за сутки. Причём половина выявленных случаев приходится на детей в возрасте 11 лет и младше. Чиновники считают, что страна не сможет достичь так называемого «коллективного иммунитета» без вакцинации детей. «Я привезла на прививку двух младших детей. Старшие уже вакцинировались. Думаю, это очень важно. Нам нужно сделать прививку, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мы много времени провели на карантине. А дети ходят в школу, общаются со сверстниками, участвуют во многих мероприятиях. Мы рады, что можем вакцинировать их и жить нормально». В Израиле 1 миллион 200 тысяч детей относятся к возрастной группе от 5 до 11 лет. И в ноябре именно на неё приходится более трети новых случаев заражения коронавирусом. По оценкам Министерства здравоохранения Израиля, у одного из 3500 инфицированных детей впоследствии разовьётся синдром мультисистемного воспаления. При нём могут болеть разные органы, включая сердце, почки и желудочно-кишечный тракт. Вакцинация стартовала в Тель-Авиве. Сейчас к компании присоединяются остальные города. Прививки детям старше 11 лет начали делать в июне. Страшное ДТП в Болгарии. В ночь на вторник в аварию попал автобус с туристами. Он полностью сгорел. В салоне было 52 человека, 45 погибли. Среди жертв – 12 детей. «Не все могут вынести такое зрелище. Это ужас. Детали этой трагедии будут расследованы. Люди внутри сгорели полностью. Опознать их будет сложно». Автобус вёз туристов из Северной Македонии. Они возвращались в Скопье из Стамбула. Трагедия произошла на трассе в 45 километрах от Софии. Семь человек смогли спастись, успев выпрыгнуть. Их доставили в больницу в болгарской столице. У них ожоги лица и верхних дыхательных путей. Некоторым нужна операция, но в целом состояние стабильное. Что стало причиной ДТП, ещё предстоит выяснить. Также неизвестно, что произошло первым – само ДТП или возгорание. «Пока можем лишь сказать, что это ужасная трагедия. Хочу выразить соболезнования родственникам погибших». Эти мигранты из Ирака жалуются, что в Беларуси их насильно везут к границе с Литвой. По их словам, они пытались вернуться домой, однако белорусские военные их не пускают. «Они постоянно с нами. Мы много раз пытались вернуться, но не получилось. Они снова нас сюда привозят». Ситуация на границе Беларуси со странами ЕС остаётся напряжённой. Польская пограничная служба сообщает о сотнях попыток прорваться через кордон. «За последние сутки было 346 попыток незаконно пересечь границу Польши с Беларусью. Мы выписали 58 приказов о выдворении». Президент Беларуси говорит, что его страна готовит второй рейс для депортации людей обратно домой. На первом на прошлой неделе мигрантов эвакуировали в Ирак. Между тем, президент Литвы говорит, что Евросоюз пока не заключал никаких договоров с Минском о приёме беженцев. Недавно Александр Лукашенко заявлял, что представил Ангеле Меркель план по выходу из кризиса. Он предлагал Германии принять 2000 мигрантов. Позже Берлин назвал эти сообщения дезинформацией. Европа наложила на Лукашенко санкции после президентских выборов, назвав голосование сфабрикованным. Теперь же она говорит, что Минск специально создал искусственный миграционный кризис на границе с ЕС. Сам Александр Лукашенко утверждает, что не имеет к этому никакого отношения, а также обвиняет Евросоюз в том, что он не выполняет своих гуманитарных обязательств и не впускает людей. Эти пеликаны могли бы лететь на юг, но для них приготовили другой вариант зимовки. В зоопарке чешского города Либерец начался отлов этих пернатых. Их хватают буквально голыми руками, а потом перемещают в отапливаемый вольер. «Ловим пеликанов каждый год, поскольку они мигрирующие птицы. Они выводят птенцов в тёплых краях. На зиму их нужно поместить в специальное помещение, чтобы переждать холода». Птицам такое отношение не нравится. Они всячески стараются сбежать от смотрителей. «В этом году сложнее, чем обычно. Думали, переселим их быстрее. Но многие птицы улетают, и не хотят, чтобы их поймали». Когда температура падает, пеликаны становятся не такими шустрыми. Но всё равно поймать их руками непросто, особенно если учесть, что размах крыльев некоторых птиц достигает трёх метров, а вес – 15 килограммов. Когда весной лёд на водоёме растает, пеликанов вернут обратно. Стоит отметить, что все эти птицы были выведены в неволе. Жир, кровь и мышечная ткань. Вот так на 3D-принтере печатают мясо. Израильский стартап предлагает растительную альтернативу животному белку. Его делают из сои, гороха, нута, свёклы, дрожжей и кокосового масла. В Израиле такое мясо поставляют в 150 ресторанов. Теперь очередь за Европой. Напечатанные стейки начали продавать в Германии, Нидерландах и Соединённом Королевстве. В ресторанах Тель-Авива, Лондона, Берлина и Амстердама можно увидеть, что это мясо идеально сочетается с каждым блюдом во всех аспектах. А вот что об этом заменителе мяса говорят вегетарианцы. Ого, чудесно, почти как настоящее. Я уже 15 лет вегетарианка. Мясо не ела очень давно. Текстура похожа, даже запах как у настоящего. Очень вкусно. Я не ел мясо 20 лет. Напоминает мясное блюдо «Осада». К концу следующего года компания надеется заключить договоры о поставках с тысячами ресторанов в Европе. А пока она учится печатать более крупные куски альтернативного мяса. В планах построить пять фабрик в Израиле, Европе, США и Азии. В целом заменители мяса разрабатывают ещё несколько крупных игроков, включая калифорнийские Beyond Meat и Impossible Foods, а также испанскую Новомид. Если эта отрасль продолжит развитие, то продажи в ней к 2029 году могут достигнуть 140 миллиардов долларов. Это 10% мирового мясного рынка. Серебряное кружево, словно рождённое самой природой, новосибирский ювелир Дмитрий Кузнецов создаёт тончайшие узоры из металлической проволоки. Техника называется филигрань. Изделие украшает драгоценными и полудрагоценными камнями. Всё начинается с плавки серебра с добавлением меди. Так получается заготовка. Потом ювелир делает проволоку. Иногда ажурный узор напаивает на металлический фон. В мастерской Дмитрия разные инструменты, но один для него – настоящий раритет. «Это одна из самых ценных вещей, которые у меня есть вообще. Это наковальня моего деда. Во время войны он был начальником цеха литейного в нашем авиационном заводе. Вот на ней ковалось оружие Победы». Дмитрий работает и в других техниках. К примеру, японской макумэ-ганэ. Использует восковое моделирование. «Я стараюсь сочетать разные техники изготовления украшений, которые дают возможность сочетать формы, фактуры, объёмы». Колье-одуванчики «Весна-2020» – одна из самых крупных и дорогих работ мастера. Сделано из серебра, золота и жёлтых сапфиров. Идею мастер вынашивал два года, воплощал два месяца. «Основная цель моей работы – это приносить людям радость. Я стараюсь этого и придерживаться, чтобы те люди, которые покупали мои украшения, у них было немножко больше светлого в жизни». В основном мастер использует серебро, но по заказу создаёт филиграни золото. Изделие стоит от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Чем быстрее сделаны украшения, тем выгоднее. Но ювелир обычно не торопится. Настоящие произведения искусства в спешке не рождаются. Жителям трёх прибрежных городов канарского острова Пальма власти сказали не выходить из дома. До океана добрался свежий поток лавы из местного вулкана. При его попадании в воду образовались облака потенциально опасного газа. Кумбре-Вьеха извергается уже два месяца. До океана дошёл третий лавовый язык. Он влился в воду на пару километров севернее двух остальных. Местным жителям также сказали закрыть окна. Сильный ветер дует в сторону острова. Закрыт и аэропорт. Как ожидается, полёты возобновят не ранее, чем через двое суток. Жителям столицы острова, города Санта-Круз, впервые с начала извержения посоветовали надеть маски. В воздухе высокая концентрация вредных частиц и диоксида серы. Регулярно измерять качество воздуха в районе направили военных. Лава из Кумбра-Вьехи за время его извержения разрушила около 2650 домов. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. Человеческих жертв нет.